Говорим о так называемых выборах на территории Республики Беларусь, в том числе о том, к чему, собственно, готовят Лукашенко и его приспешники белорусский народ. Я напомню, что в Беларуси на 25 февраля уже следующего года запланированы местные и парламентские выборы. Эта кампания будет, напомню, первой после массовых протестов 2020 года. Правозащитники уже, собственно, говорят о массовых репрессиях. Репрессии не заканчивались и до 2020 года, да и после, собственно. По данным Центра Весна, в последние только дни по всей Беларуси проводятся обыски. Местное КГБ проверяет бывших наблюдателей на президентских выборах 2020-го, содержимое их телефонов изучают, ну а с самими наблюдателями записывают так называемые покаянные видео. Ну и подготовка к этим выборам в Беларуси проходит на фоне, собственно, масштабных репрессий. Буквально за несколько месяцев власти ликвидировали абсолютно все оппозиционные партии. В тюрьмах находятся ныне тысячи политзаключенных, независимых международных наблюдателей. На выборы попросту не подпускают, но если, опять-таки, этот процесс можно назвать таким словом, как выборы. Ну и напомню, кроме того, за границей беларусам не разрешат голосовать в целом. На избирательных участках в самой же Беларуси останутся только открытые кабинки для голосования. Ну и даже в условиях полного контроля над страной Александр Лукашенко опасается возобновления протестов. Именно поэтому он призывает чиновников и силовиков к такой себе внутренней мобилизации. У силовиков появилось пять новых подразделений спецназа. Наемники ЧВК «Вагнер» тренируют военных и милиционеров. Кроме этого, беларусов, которые возвращаются из-за границы, тщательно допрашивают, тщательно проверяют. Такие действия властей обозреватели объясняют травмой выборами 2020 года. Травмой, понятное дело, в кавычках для власти. Якобы именно поэтому Лукашенко, нарушая Конституцию, всячески отодвигал избирательную очередную кампанию. Местные выборы, напомню, должны были пройти еще в 2022 году, ну а парламентские в 2023. Тем временем оппозиция планирует полностью игнорировать выборы в феврале. Все демократические силы заявили, что не признают выборы и уже призывают к этому международное сообщество. Также в объединенном переходном кабинете уверены, что предстоящая избирательная кампания в целом не будет интересной для жителей Республики Беларусь. Ну и по мнению белорусских аналитиков, после событий 2020 года и прямого соучастия в российской агрессии против Украины Александру Лукашенко, самопровозглашенному президенту Беларуси, попросту не нужно имитировать демократию. Президентские выборы в 2025 году, вероятно, пройдут по тоталитарному сценарию, наверное, списанному из соседа с Российской Федерации. То есть максимально стерильно, без оппозиции и, собственно, без заигрывания с так называемым объединенным Западом. Так считает политический аналитик Александр Клосковский. По его словам, из 15 политических партий в Беларуси ныне осталось всего 4, ну и все они абсолютно лояльны к Лукашенко. Далее детальнее будем обсуждать эту тему с нашей гостью. Но добавлю, что исходя из того, что постепенно идет подготовка, собственно, к выборам на территории Республики Беларусь, сообщают в Белновости о том, что уже есть так называемые темники. Их получили в том числе представители так называемых средств массовой информации и прочие. Пропагандистам уже выдали методичку о том, как нужно будет писать о выборах 2024. «Политическая безопасность как основа общественно-политической стабильности суверенного государства» носят название эти темники.